Продолжаем выпуск. В этом месяце жители Красноярска получат платежки с новыми суммами за коммунальные услуги. Управляющая компания «Жилфонд» сделала так называемый перерасчет. В итоге тем, кто нормативы потребления воды превысил, придется доплатить, а тем, кто сэкономил, вернут деньги. Обо всем подробнее в репортаже далее. Перерасчет у нас получился 24 648 рублей. У нас подплата за месяц 5 560. Июньскими платежками за коммунальные услуги Ирина Ивановна была приятно удивлена. Управляющая компания «Жилфонд» сделала перерасчет и вернула жителям многоквартирного дома сэкономленные за воду средства. Теперь женщине не придется платить за услуги несколько месяцев. Это понятно по всему нашему дому, потому что были установлены общедомовые счетчики учета холодной и горячей воды. Я живу тут с основания дома, это уже 28 лет. И, в общем-то, у нас постоянные жильцы не сдают квартиры ни в наем, никто так посторонних не живет, поэтому, в общем-то, все экономят воду. В итоге управляющей компанией в прошлом месяце удалось вернуть жителям более 80 миллионов рублей. Жилищники будут делать подобный перерасчет и дальше. Платежки с новыми суммами придут и в июле, правда, повод для радости будет не у всех красноярцев. Многим горожанам придется доплатить за перерасход холодной воды. Причем прибавка к суммам, по словам специалистов жилфонда, произошла в тех домах, где в квартирах никто не прописан или нет приборов учета воды. Мы сложили все приборы учета, мы сложили по нормативам и посмотрели на общий домовой прибор учета. Получилась разница. Эту разницу, соответственно, вылил кто? Те квартиры, в которых якобы никто не живет и нет прибора учета, но там на самом деле живут люди. И поэтому разница существенная. И вот эту разницу мы должны доначислить жителям этого дома, собственникам, по нашим данным, где никто не зарегистрирован. Мы опять им ничего не начисляем. В итоге вся нагрузка ляжет на плечи тех, кто исправно платит за услуги ЖКХ. Более 700 тысяч рублей. В жилфонде пояснили, проблем с перерасходами может и не быть, если все установят в квартирах счетчики. Однако в платежных документах дополнительные строки за воду еще не все сюрпризы. Доплатить красноярцам также придется за работу лифтов и освещения в подъездах. К слову, здесь лампочка не работает уже целую неделю. Но так как счетчиков, которые смогли бы посчитать потраченную энергию этих услуг нет, то все расходы жители понесут поровну. В жилфонде пояснили, собственники многоквартирных домов за общественный свет не платили вообще. Не так давно арбитражный суд обязал выплатить долг за электроэнергию управляющую компанию. Ну а те, в свою очередь, решили собрать дань за израсходованный свет самих жильцов. В июльских счет-квитанциях будет выставлено всем районам до начисления за электроэнергию мест общего пользования. Они идут отдельной строкой. Это будет порядка 56,5 миллионов по всем районам. Три района из них мы закрываем в 10-й год полностью. И четыре района это будет в 11-й год. Не исключено, что новые строчки в платежках продолжат появляться и дальше. Специалисты жилфонда готовы разъяснить все интересующие вопросы управляющей компанией или по телефону горячей линии. Он указан во всех квитанциях. Екатерина Павленко, Алекс Мальта, Краевой телеканал и НСРегион.